Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение трудных мест Священного Писания. И мы обращаем внимание на текст из книги «Бытия», 11 глава, 5 стих. Здесь сказано «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». Здесь возникает вопрос, надо ли Богу откуда-то и куда-то сходить, чтобы в чем-то убедиться. Неужели Бог не имеет абсолютного знания? И действительно в Псалме 138, 7 стиха по 10 мы находим такие слова. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюся на край моря. И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. «Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». То есть Бог вездесущ. Что же нам хочет сказать Священное Писание вот этими словами? «И сошел Господь посмотреть». Нечто подобное мы читаем в книге «Бытия», 18 глава, 20 стих. 20 и 21. «И сказал Господь, вопль садомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю». Это то, что называется антропоморфизм, когда Богу приписывается сугубо человеческое действие. Человеку, чтобы в чем-то убедиться, удостовериться, ему действительно приходит на мысль, необходимость пойти и самому посмотреть, и самому убедиться, точно ли это так. Но зачем в Библии говорится о Боге, вездесущем, всезнающем, вот в таких категориях антропоморфизма, в человекоподобных выражениях? Это делается для того, чтобы научить нас не принимать скоропалительные решения на основании только каких-то слухов и домыслов. Потому что слухи, домыслы, сплетни – это, может быть, обычная клевета. Смотрите, что пишет Ефрем Сирин в своем толковании на книгу «Бытия» на 18 главу, 21 стих. На слова сойду и посмотрю. «Господь это сказал не потому, что не знал их грехов. Он еще ранее сказал, грех их тяжел он весьма. Но он хотел этим показать пример судьям, чтобы они не произносили приговора прежде, чем рассмотрят дело вполне. Если знающий все Бог представил себя как бы незнающим, чтобы не определить наказание прежде суда, то насколько более судьи должны сознаваться в своем незнании и не изрекать приговора прежде исследования дела». А вот объяснение святителя Иоанна Златоуста, это его гамильи и беседы на книгу «Бытия». «Вразумляя весь род человеческий, что даже если чьи-либо грехи весьма велики и известны, не следует произносить над ними приговора до того, как представятся очевидные доказательства. Господь говорит «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю». Что это за размышления в словах? «Сойду», – говорит, – «посмотрю». Неужели Бог всего переходит с места на место? Нет, да не будет. Не то Он выражает, но, как я уже часто говорил, чувственным образом выражения, Он хочет нас выразумить, что нам следует иметь великую осторожность и согрешивших не осуждать только по слуху, то есть только по сплетне. Не произносить приговора без доказательств, да услышим это все, ведь ни один только заседающий в суде обязан соблюдать этот закон, но и каждый из нас никогда не должен по одному пустому навету осуждать ближнего». Таким образом, Господь преподал нам урок таким действием «Ничего и никогда не воспринимать на слух». И на Востоке было принято при любом обвинении человека, особенно в сексуальных преступлениях, не доверять даже двум-трем свидетелям, потому что сексуальные обвинения наиболее распространенные. Это такой способ распространенный, как очернить человека. «В случае с сексуальными обвинениями должно быть не два, не три свидетеля, аж четыре». Вот такое представление было на Ближнем Востоке. Причем они должны были быть свидетелями одного события и при этом видеть, если речь идет о сексуальном преступлении, тут идет дальше метафора, как ведро опускается в колодец. Иначе это пустые слова и пустые разговоры. Таким образом, мы научаемся, что Господь в каждом тексте Священного Писания предъявляет нам некий урок, некое наставление. И когда Господь говорит о себе через ботописателя Моисея, и сошел Господь посмотреть город и башню, которые строились иные человеческие, и сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда, по всей земле, и они перестали строить город. Итак, сегодня мы выучили еще один из уроков Священного Писания, убеждаясь в том, что все Писание полезно для научения, для обличения, для наставления веры. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Спасибо вас, Христос! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!